Слава Господу, братья и сестры, за это служение, которое дает нам Господь. Сегодня важная молитва пред нашим Господом за то, чтобы наших детей Господь сохранил. Время, в котором мы живем, оно тяжелое время, особенно для наших детей, да и для нас оно нелегкое время. Время, время беззакония, открытого греха, как Божье Слово говорит, о грехе своем будут говорить открыто, как садомляне. В такое время мы вступили. Братья и сестры, знаете, я все время переживаю, когда начинается учебный год, когда начинается лето, наша одежда, наша внешность, и также наши дети пойдут в школы, чему там их будут учить, что их научат. И посему сегодня наша молитва пред нашим Господом, чтобы Господь сохранил наших детей, чтобы умы их не были повреждены. Мне вспоминается история одной семьи, когда отца посадили в тюрьму, и мать, и детей забрали, и по разных интернатах их определили. И пришло время, не помню, сколько лет, и потом, когда снова собралась эта семья, дети не забыли того слова, которое говорили отец и мать, не забыли. Там их учили другому, там настигали, и особенно для них была усиленная пропаганда такая. Но они не забыли, говорит, мы где-то в Калидоре собрались с братиком своим, давай помолимся, чтобы Господь нас сохранил, и папу сохранил, и маму сохранил. Братья, это были дети, которым было по 10, 12, 13 лет. Наши дети научены ли Божьему страху. Детки, я для вас всех прочитаю сейчас Слово Божие, которое написано, «Причиты Соломона», первая глава, 10 стих. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». «Детки, если в школе вам будут предлагать, чтобы вы закурили, хлопчики, слухайте, вы пойдете в школу, или уже кто-то ходит в школу, если вам будут говорить, что вы там поганное слово сказали, знайте, что Господь то и чует. Если будут говорить, что вы там что-то закурили, что-то не послухали, что-то зло сделали, беду сделали, детки, не слушайтеся». Слово каже, если будут склонять тебя грешники, если не добрые, хлопцы будут вам говорить, чтобы вы что-то сделали поганное, скажут, что нет, мы не пойдем, мы не будем так делать. И Господь вас сохранит. Детки, Господь сохранит. Сколько сегодня беды. Вы подивите, хлопчики, может вам тати, хай маме расскажут, сегодня поганые люди, дяди забежать в школу и начинают детей стрелять. Чего? Потому что зло, беззаконие и грех. И мы сегодня, мы сейчас будем молиться, что Бог вас берег. Но Бог будет берегти только послушных. Детки, только послушных. Девчатки, хлопчики, только послушных, только, которые слушаются. А если вы не послушные, вчителя, не слушайтеся, тата, мама, не слушайтеся, то как Бог будет вас берегти? Тато, мама, каже, не иди туда. А что мама и тато, каже, не иди туда? Потому что Господь им даёт такие чувства, чтобы вам сказать, туда не иди, а вы пойдете. И что? Будет добре? Будет беда. И тому, дитки, мы будем молиться за вас, а дивиться бодро, чтобы беды не было, горя не было, слез не было. Сегодня, хлопчики, которые беда вас, в школах ваших, делают зло, вы видите, делают неправду, бьются, говорят поганые слова, а христиане говорят поганые слова, или нет? Хлопчики, а вы поганые слова, девчатка, говорили? Сегодня можно найти и чути, братья и сестры, как наши дети, говорят плохие слова и на нашем языке, и на английском языке. Кто их научил? Где они научились? В какой книге они это вычитали? И посему, хай поможет нас Господь, братья и сестры, нам, родителям, и также нашим детям, детки, если будут склонять вас, если будут говорить, может смеяться за вас, что чего ты не делаешь с нами, то и что мы делаем, скажи, я верующий, я христианин, и Господь вас сохранит. Господь подаст вам помощь. Братья и сестры, воскресная школа не научит наших детей, если мы не научим дома. если мы не проведем с нашими детьми необходимые беседы, молитвы, учения, чтобы наши дети знали, как поступать. Знали, как поступать. Однажды сестра подошла ко мне, говорит, брат Виктор, моя дочка пришла с недельной школы и каже, наша вчителька не верующая, потому что в ней накрашены ногти на руках. Сестры, это верующая или нет? Если учитель воскресной школы с накрашенными ногтями на руках учит детей, она этим много научит. И что бы она ни говорила, она много научит. И мы просили братьев ответственность за воскресную школу и также и всех, будьте образцом для детей. Будьте образцом, потому что Господь за это спросит. И по всему, братья и сестры, мы все в ответственности пред нашим Господом, за наших деток, чтобы Господь их сохранил. Если они будут послужны, Господь их будет хранить. И Господь сохранит. А если будут научены делать, то знает что. Конечно, Господь хранить их не будет, потому что они залезут, кто знает куда. И потом беда, горе и слезы. И сколько наших детей по тюрмах сегодня, когда подросли. Это все начинается, братья и сестры, с такого возраста. Когда ему 5-10 лет, отец позволяет и мать ему делать все. И он не разбирает. А еще хуже, братья и сестры, когда мы дома учим наших детей не слушать служителя, проповедника, что говорит. Говорит, да что он говорит, пусть. И так дальше. И он его не будет слушать. Это будет хорошо или плохо? Конечно, будет плохо. И по всему, да хранит нас Господь, братья и сестры, мы будем молиться. Но я не раз говорю. И нам, старшим, Бог за руку никого не будет держать. Никого Бог за руку не держит. Я не раз говорю, сам себя держи за руку. Бог тебя не будет держать. Бог тебе дал уставы, законы. И так же, дитки, вам мы говорим, не говорите поганых слов. Будете говорить поганые слова, будете плакать. И все. И все. В школе, там, на одного, обзываются, прозываются, называют разными, не говорить такого, Господь то и чуя. Боже слово, каже, ведь слов своих человек оправдаются и судятся. И дитки начинают говорить, и поганые, где вы понавучились тое? Да хранит вас Господь. Если будут склонять вас грешники, не соглашайтесь. Последнее время, братья и сестры, тяжелое время, оно везде тяжелое. Оно не только здесь в Америке, оно на Краине, в России, оно везде. Большое отступление от Божьего слова. Это значит, пришествие Господне приближается. Будем молиться наших детей, чтоб Господь их сохранил. Дитки все, выходьте сюда напоряд, мы за вас будем молиться, просути Господню, благословение. Братья, мы тоже станем впереди наших детей. Братья, впереди наших детей мы станем, чтобы Господь благословил. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...